Здравствуйте! Это личный прием, проект, который идет на нашем телеканале по поручению главы КОМИ. По его мнению, деятельность чиновников должна находиться под пристальным общественным контролем. Неделю назад гостем программы был руководитель дорожного агентства КОМИ Эдуард Слабиков. Ответы на вопросы размещены на сайте ведомства. А у нас в студии руководитель администрации Карткировского района Василий Гончаренко. Прямо сейчас вы можете звонить по телефону 46 90 60. Василий Анатольевич, здравствуйте! Добрый вечер! Сегодня у вас в районе побывали представители общественной палаты. В том числе они заглянули в Богородск, где разбирались, действительно ли много нарушений было допущено при строительстве детского сада. В феврале наш телеканал получил вот эти фотографии, их можно посмотреть на экране. Трещины на стенах, снег на чердаке, на кровле под профнастилом нет подушки из изоляционного материала. А так вот выглядел только что установленный септик. Вокруг образовался вонючий каток, потому что канализационные стоки выливались на поверхности. Люди сильно засомневались, что работы выполнены качественно. Что сегодня? Как бы вы оценили? Ну, я думаю, что больше всего оценку должна делать общественная палата своими представителями. Ну и сегодня, насколько я услышал о них мнение, что вот наконец-то глава поселения озвучила, что садик так прекрасный, и что сегодня так вопросов нет. Месяц там находятся дети, родители детей с садика забрать не могут, потому что детям там нравится, там комфортно, уютно, садик современный. А эти все проблемы, которые мы только что видели, которые были в феврале, возможно, в марте, они были на стадии завершения строительства, на стадии еще стройки. Поэтому все это можно сказать, что а, это нарушение, б, это еще завершение работ. Поэтому мы можем сказать тогда, что есть какие-то проблемы, когда мы ввели объект, и тогда мы увидели, что что-то не так. Сегодня, значит, месяц садик работает, оснащен самым современным оборудованием, самыми современными технологиями, на одного ребенка квадратных метров более чем положено. Такого садика подобного, с таким комфортом, я думаю, что в республике еще нет. Уважаемые телезрители, репортаж об этом вы сможете посмотреть завтра в программе «Время новостей». А у меня есть такой вопрос, действительно ли подряд был отдан родственнику вашего зама, или родственные связи не мешают делу? Во-первых, то, что родственнику, я об этом первослышу, такого точно не было. Во-вторых, подряд не дается, а подряд появляется на конкурсе. Вы знаете, что любое использование бюджетных средств, оно реализуется через конкурсы, аукционы. И сегодня до того система строгая и неподкупная, что как бы мы не хотели кому-то там, своему знакомому, знакомому фирме дать подряд, это просто нереально. Поэтому сегодня подряд выигрываются на аукционах, на которые администрация никак повлиять не может. Поэтому то, что вот сейчас я услышал, это для меня ново. Лариса Игушева задает вопрос в группе Юргана ВКонтакте. Ее ребенок посещает детский сад в Старожевске. Вы прекрасно знаете, какая ситуация в нашем садике. В группе плюс 14. Ни на один градус температура не поднялась даже после утепления швов. Обещали полтора месяца назад установить пилетный котел. И где он? Дети мерзнут и болеют. Напомню, что об этой проблеме жители нам сообщали еще весной, когда вы здесь были, в этой студии личного приема. Почему ничего не меняется? Действительно, при обследовании, помните, я говорил, что мы обследовали тепловизором все здания. Мы нашли, что тепло уходит через щели, так панели. Эти щели заделали? Он заделан, тем не менее, тепла нет. Мы закупили действительно пилетный котел. И будем в процессе ближайшего времени попытаться реализировать систему отопления. Хотя мы в этом году ее так промыли тщательно, что мы надеялись, что она сработает. Пять лет эти системы не промывали. Василий Анатольевич, вы обещали пилетный котел в ноябре установить. Значит, дело в том, что мы считали, что пилетный котел устанавливать нет надобности. Это первоочередное, потому что система утепления швов, она должна была дать свой эффект. Такой был расчет, так по проекту. И такой был расчет сделан институтом. Поэтому, увидев, что сегодня то, что мы увидели, мы сейчас ускорим монтаж пилетного котла и будем думать параллельно на замену системы отопления. Ну вот сколько это займет времени? Пилетный котел, конечно, так мы установим ее дома в течение двух недель. А дальше будем смотреть уже, что делать с системой отопления в дальнейшем. Возможно, будем ее местами уже менять. Мы еще заменили и окна, это в холодных группах. Понятно, что мы сделали новую крышу, но то, что есть, то есть. На автоответчике редакции свой вопрос оставила Раиса Отто из поселка Мартиты. Давайте послушаем. Я живу в поселке Мартиты. Мы попали в программу по переселению из ветхого жилья. И у меня к вам вопрос. Нам дали шести семьям квартиры. Вопрос такой. Когда нас переселят уже? И когда, в какие сроки переселят остальных жителей, прописанных в поселке? Вот люди спрашивают, это до Нового года произойдет или после? Ну, смотрите, программа по переселению из ветхого жилья, она, знаете, муниципальная, региональная, с участием фонда российского по реформированию. Значит, она расчислена до 17-го года. Поэтому вот весь поселок... До 17-го года вы будете переселять? До 17-го года он будет поэтапно переселяться. А вот эти шесть семей? Шесть семей, им просто повезло. Они самые первые из всех 509-2 человек, которые есть в программе до 17-го года, будут переселены в этом году. До Нового года. В этом году до Нового года. И в самые современные квартиры в Каткиросе. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Самая современная квартира. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Я хотела спросить насчет поселка Услокчин, Каткиросского района. У нас тоже есть по улице Лесной 1, называется Шудок, детские дома. И когда тоже переселят? В каком году? В Каткиросе. Итак, когда будете Услокчин переселять? Дело в том, что сегодня 30% жилого фонда, а в Каткиросском районе более 1200 домов, домоквартирных, более 30% сегодня так требуют сноса и переселения, естественно, жителей. Ну вот до Услокчина дойдет время, руки. В этом поселке, где есть уже готовность к переселению, а готовность к переселению – это признание дома аварийным. Это признание происходит не так просто. Я хочу это сделать, это все серьезное обследование комиссионное, получением технического заключения, политический паспорт. Я правильно поняла, что мы не можем ответить пока на этот вопрос? Почему я ответить не могу, я не знаю, какой дом, во-первых, и сегодня уже есть перечень для домов, которых у нас будет реализовываться до 2017 года, и уже мы готовим перечень для домов, которые будут реализовываться по 2020 год. Но иметь в виду, что программа федеральная, она должна работать до 2030 года. Вот совсем недавно у вас была комиссия Минархстроя, смотрели, как возводятся дома для переселенцев в Каткиросе, и тогда подрядчики заявили, что работы затруднены из-за недостатка мощности электричества на объектах. Сразу появились комментарии в интернете, чуть что всегда виноваты энергетики. На улице Василькова электричество для строительства предостаточно, не успевает срок, надо найти причину. Все-таки в чем же главная причина? Нет электричества или работать не умеем? Вы знаете, вот на этом объекте, в общем, действительно, нет мощностей по электроэнергии. И договоренности с Комиэнерго, они, к сожалению, не выполнены, и в самом деле задержки по этой причине. Но, с другой стороны, конечно, и строители не блещут сегодня идеальным выполнением графику. Потому что везде человеческий фактор. На бумаге мы пишем одни планы, обещания даем, подписываем договор, а в самом деле появляются тысячи причин, которые как бы сдерживают строительство. Поэтому я здесь вот, значит, не хочу вот никого защищать, виноваты все. А Вы лично часто проверяете объекты? Или получаете замом своим? Сегодня вот в районе работает 38 подрядных организаций. Это и на ремонтах, и на строительствах. И, кстати, эти организации не только из СКТВК, Раскарткиоскара, но и из других областей нашей республики, нашей страны. В том числе. Поэтому я, конечно, стараюсь посещать объекты ремонта, капитального строительства, стройки. Но, конечно, больше всего работают мои помощники, это заместители, это начальники управления, отделов, специалисты. Поэтому есть группа контроля, технический отмазор, который контролирует на соответствие и графику, и проекту. Поэтому ведется контроль всесторонний. Анна Александровна Попова из Большелуга задает вопрос по скайпу. Внимание на экран. Жители села Большелуга не обеспечены качественной питьевой водой. В воде очень много железа, 20 раз превышает норму. Проблема воды решается уже в течение десятков лет. И станция по очистке воды не была открыта. Как будет обеспечена эта проблема? Действительно, мы сегодня во всем районе вода имеет большое количество железа. Это везде. И сегодня вода, к сожалению, не везде доступна. Вот в некоторых местах вода находится за 50 метров. Естественно, вот ее достать оттуда, это большие... Ну, давайте конкретно по Большелугу скажем. Это, что здесь выполнен проект по обустройству новых скважин, обустройству новых сетей. Естественно, установлена современная система очистки. Подрядчик, который завершил эти работы, к сожалению, не запустил эту установку в качественном режиме. И сегодня мы предъявляем ему претензию в судебном порядке, за то, что он не завершил так проект. Но параллельно с этим мы сами уже сегодня обучаем своего инженера в Москве на специальных курсах по изучению этой современной установки. И своими силами, силами бюджетной организации, которая у нас сегодня создана по управлению коммунальным хозяйством, мы будем эту установку изучать, обслуживать. Ну, а на сколько это затянется? В январе я уже дадите воду. Мы дадим, я думаю, что максимум через две недели. Уже будет вода чистая и хорошая в Большелуге. Жители Подтыбка спрашивают, когда администрация района решит проблему транспортного обслуживания? Очень трудно выезжать из поселка в Карткироса, Сыктывкар, особенно пожилым. Что конкретно предпринимаете? Ну, наши муниципальные маршруты, они, как правило, затрагивают конечную точку в каком-то направлении, там Нившара, Мордина и до Карткироса или до Сыктывкара. Подтыбок находится на трассе Усть-Кулумс, Сыктывкар. То есть, там постоянно курсируют автобусы сквозь Кулумс, вот направление. То есть, здесь этот участок, он не мертвый, он имеет... Почему тогда пожилые люди говорят, что у них проблема выехать в Карткирос и Сыктывкар? Ну, есть маршрут с Ур-Ёля, Ур-Ёль, Карткирос, он проходящий мимо Подтыбка. Но, конечно, хочется, чтобы эти автобусы ходили часто и чтобы они так были всегда пустыми. Но, к сожалению, так бывает, что Усть-Кулумские автобусы бывают полными. Поэтому мы не стоим на месте. Этот маршрут у нас является вот нашим планным маршрутом. Мы его выставляем на аукцион уже неоднократно. Но, к сожалению, никто не хочет с предпринимателей браться за эту перевозку. Исходя из того, что в самом Подтыбке нет сегодня водителей, которые бы хотели заняться этим бизнесом. Из Сыктывкара водители за это не берутся, потому что это очень далеко, невыгодно. И в связи с этим мы сегодня уже начали думать над тем, чтобы организовать муниципального перевозчика, который бы уже закрывал бы все проблемные места, где бизнесу неинтересно или бизнес не хочет браться за это дело. Когда появится этот муниципальный перевозчик? То есть мы сегодня так уже организовываем и думаем, что в будущем году у нас будет такая возможность. Летом? Я думаю, даже раньше. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Летом. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня к вам вопрос такой. Вот, в Каркировском районе капитальный ремонт печного отопления. Вы не думаете предпринять? Ремонт печей, печного отопления. Конкретно мы эту работу не организовывали, но я знаю, что у нас более 7 тысяч печек, которые в зарегистрированных заостренных домах, где есть паспорта и так далее. Но, конечно, эти печек больше. Такая проблема не вставала. Как правило, это частный бизнес, индивидуальное предпринимательство. Поэтому такой проблемой мы сегодня не были озабочены, ее никто не вставил. Ну, может быть, сейчас там будет проблема. Если это не частный случай, тогда мы подумаем, как эту функцию, возможно, и потихонечку навязать для нашего муниципального бюджетного учреждения, если будет такая необходимость. Валентина Коишева из Намска написала в главконтроль. Жителям Локчминского куста негде заправиться бензином, нужно ехать в Карткерос. Вы можете организовать подвоз ГСМ в отдаленные населенные пункты? Действительно, в Карткеросе сегодня нормальных две заправочные станции. Поэтому у нас есть договоренности с двумя компаниями, которые у нас работают, что они готовы по заявкам жителей, если будет такая потребность, организовать выездные заправки автоцистерны. Кто эти заявки должен сделать? Эти заявки должны делать администрация села, поселения. Конечно, их заявок должно быть много. Их нужно будет 100-200 литров. Это минимум тонна, чтобы автомобиль хотя бы мог, было выгодно выехать за 100 километров и продать вот эту тонну нашим жителям. Поэтому здесь, думаю, вопрос организационный. Я дам поручение или попрошу главу сельского поселения организовать такую работу. А с заправщиками, так мы уже переговорили, они знают о такой проблеме и готовы оказать такую услугу. Сергей Изюрова не устраивает благоустройство Ай-центра. Внимание на экран. Дело в том, что у нас есть старый парк, место, где разобрали недостроенный дом культуры. После каждого дождя село заливает водой, кругом большие лужи. Все мы ходим по проезжей части улицы Советской. И у меня такой вопрос. Какие меры будут приняты по благоустройству села, по улучшению его внешнего вида? Хочу сказать, что по благоустройству Куркироса поступили вопросы в группу Юргана ВКонтакте. Почему в райцентре не подметают хотя бы центральную улицу, грязь, пыль, песок? Что мешает это делать раз в две недели? Вот такие претензии жителей райцентра. Когда же у нас райцентр преобразится? Для понимания всех, благоустройство это полномочия сельских поселений. У нас 18 сельских поселений. Полномочия администрации района это не входит. Но тем не менее, я сам лично занимаюсь воспитанием. Но вас устраивает благоустройство Куркироса? Мне не устраивает благоустройство не только Куркироса, а всех 18 поселений, всех 48 поселков и деревень. Я провожу воспитательную работу и где-то, конечно, так больше всего помогаем. Мы, конечно же, касаясь Куркироса, мы так вырубили весь дикорос, где-то около 100 машин вывезли дикорастущих растений, которые закрывали вообще-то все наши обочины, все наши улицы. Мы уже два года насильственным путем заставляем косить траву, которая должна, в принципе, без моего указания, должна убираться, коситься все лето, косить бочевик и так далее. И все заросли идут открывать село. Кроме того, что касается заборов, это уже оскомина, наявшаяся всем, когда мы требуем, чтобы если забор разрушен, его нужно убрать или его нужно ремонтировать. Если есть часть улицы, которая относится к какому-то частному дому, этот частник должен наводить порядок на этом куске земли. Это понятно всем, но тем не менее, чему-то вопросы поступают ко мне, к администрации района. Ну, потому что руководитель администрации отвечает за весь район. А когда я на каждой планерке поднимаю вопрос благоустройства, считаю, что мне больше делать нечего, я всех воспитываю по благоустройству. Оказывается, это людям нужно, это необходимость для комфорта проживания на селе. Поэтому вопрос очень правильный, мы будем продолжать заниматься этой идеологией, и, я думаю, проконтролируем еще и правила по благоустройству в каждом поселении, чтобы они были более жесткие и заставляли не только администрацию села, но и каждого жителя наводить порядок возле своего дома и даже в своем дворе. У нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. А я вот хотела бы спросить, в селе Постыкирос когда достроят детский сад? Я не расслышала, а вы тоже не расслышали? Где? В каком населенном пункте? Постыкирос. А, Постыкирос? Постыкирос, да. Постыкирос. Да, добрый вечер. Значит, детский сад Постыкирос действительно стоит на реконструкции. Ну, когда? Ну, месяц-полтора. Месяц-полтора. В январе месяц мы его запустим. Олидия Подрова из Нившера задает вопрос по безработице. Давайте послушаем. У нас в селе нет работы. Раньше был лесопункт, закрыли в 2008 году. А сейчас был обор, где работало примерно 80 человек. И в этом году там тоже закрыли, сократили рабочих. Приходится ездить на работу куда-то вахтовым методом. И женщины, и мужчины. А детей оставляют и дедам, и бабушкам. Потому что садик у нас вообще тоже уже с июля закрыт. Могли бы вы, Василий Анатольевич, как-то посодействовать, чтобы у нас в селе были места новые, рабочие. Итак, в Нившере будут созданы рабочие места? Или все-таки вахтовым методом будут люди работать? Это проблема села, естественно. Это проблема технической революции. Предприятие Угора заготавливало лес традиционным способом, ручным способом. Было, конечно, в бригаде минимум 10 человек. Сегодня предприятие оснастилось современной техникой, где сокращается. Ну, то есть пока ситуация не меняется. Нет, нет, нет. Мы знаем об этом вопросе. Значит, директор комбината этого предприятия, значит, сегодня взял обязательство заниматься вот расширением своего бизнеса. Это раз. Он пообещал, что люди, которые высвободились, он будет их переобучать и дать возможность работать. Ну, кроме того, сего, у него освободились, как правило, пенсионеры, которые, в принципе, и в отечественном заняться. То есть сколько-то рабочих мест он обещает создать? Обещает, и тем более думаю, что... А что с садиком? Почему он с июля закрыт? Так все трагично. Садик закрыт на реконструкцию, на серьезную реконструкцию. Надолго? Не надолго. Это, ну, вот полгода она всего продлится. Поэтому я думаю, что садик откроется в течение там... Еще люди обращают внимание, что в Нившире, в здании школы, где учатся начальные классы, очень холодно. Просят тоже предпринять какие-то меры. Конечно же, все наши школы имеют, значит, срок службы 30 лет и более. Поэтому сегодня 5 школ, серьезные школ, требуют капитального ремонта, требуют вообще нового строительства. Поэтому мы знаем об этой проблеме. На будущий год мы планируем заменить окна, в первую очередь, в этой школе. Ну и также будем заниматься системой отопления. Новую школу строить это нереально, а вот капитально ее хотя бы частями ремонтировать, это в наших силах. И мы этот вопрос будем ставить себе планку. У нас есть близ, предлагаю отвечать коротко, да, нет конкретные сроки. Подтыбок, когда запланирован капитальный ремонт школы? Подтыбке? Капитальный ремонт школы, он пока что не запланирован. Везябаш. Строительство детского сада точно завершится до Нового года? Какого этого? Будущего? Будущего. Будущего Нового года. Когда займетесь дорогой от Конши до Намска? К вам вопрос? Ну, вопрос, конечно, к дорожному агентству. Большой Лук. В какие сроки возобновится строительство детского сада? В сентябре вырыли котлован и на этом работы остановились? В начале года. Этого? Вернее, пятнадцатого. В пятнадцатого. Подтыбок, в пятнадцатом году у нас реконструируют Дом народного творчества? Реконструируют. Мордина. Планируется ли строительство спортивного зала когда? Пока не планируется. Не планируется? В школе, в новой школе. Начнем строить новую школу. И будет спортивный зал. В этой школе будет спортивный зал. Визябыш. Ждем продолжения капремонта многоквартирного дома номер 3 по улице Микрорайон. Сделали только крышу. Дальше что? На что хватило денег на будущий год? Продолжим. А что будет сделано на будущий год? Будут сделаны сети и утепление дома. Мне говорят, что у нас есть еще немного времени. Надежда Макарова, председатель СПК «Исток» из Большелуга, задает вопрос по скайпу. Внимание на экран. СПК «Исток» арендует кабинеты в административном здании, которое принадлежит администрации района. Там же и находится клуб, почта и библиотека. Здание требует ремонта фундамента, замены кровли. Крыша подтекает на сегодняшний день. И ремонт туалета, где нет подвода воды, не раковины для мытья рук. Как решается вот этот вопрос на сегодняшний день? У нас 30 секунд осталось. Как решается? Этот вопрос, в принципе, сегодня для меня немножко новый, что он так остро стоит. Но, тем не менее, я знаю, что есть такая проблема. Мы ее возьмем на вооружение на будущем году, там премьем меры, чтобы эти узкие места рожать. Через группу Юргана ВКонтакте к вам обратилась Клавдия Меникова из Торожевской. Я сирота, у меня на руках есть судебное решение о предоставлении Карткировской администрации из жилого помещения по найму. Почему не выполняете? У вас одна секунда. У нас 30 таких семей. Но, тем не менее, надо выполнять. Поэтому это порядки очереди мы решаем и порядки наличия средств. Василий Анатольевич, спасибо вам за участие в программе. Вопросы мы все передаем вам. В течение недели ждем на сайте муниципалитета. А в следующую среду в нашей студии исполняющий обязанности главы руководителя администрации Кайгородского района Нина Костина. До встречи 3 декабря. Всего доброго. До встречи.